Приморский край – это крупнейший и самый экономически развитый регион Дальнего Востока, где проживают около двух миллионов человек. Природные и техногенные пожары, паводки, происшествия на водных объектах Приморья – это только одни из основных рисков, свойственных нашему краю. Об этом можно судить по событиям 2021 года. В текущем году произошло 18 чрезвычайных ситуаций. Оперативные службы реагировали на более чем 6700 происшествий, спасено около 550 человеческих жизней. Серьезным испытанием для Приморья стал мощный циклон, оказывавший воздействие на территорию юга края с 20 ноября по 1 декабря. В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений выпала более полутора месячной нормы осадков. На помощь местным жителям пришли сотрудники МЧС России. На центральных дорогах Владивостока и автотрассах сотрудники чрезвычайного ведомства проводили аварийно-спасательные работы, вытаскивая общественный транспорт с людьми и автомобили из дорожных заносов, а также оказали помощь группе детей, оказавшихся заложниками стихии на дороге. Необходимо упомянуть и об уникальной операции, проведенной спасателями Приморья в заливе Восток Японского моря по спасению иностранного контейнеровоза «Райшайн». В сложных погодных условиях при сильном ветре и волнении моря с применением вертолётов Ми-8 были спасены все члены экипажа. Профилактическая работа является одним из приоритетных направлений деятельности МЧС России, и сотрудники отдела надзорной деятельности вносят весомый вклад в её развитие. Специалисты МЧС России регулярно проводят профилактические беседы с подрастающим поколением, пожилыми людьми и на объектах с массовым пребыванием граждан. В результате профилактической работы, проведённой надзорными органами МЧС России с населением и персоналом, а также благодаря эффективной работе систем противопожарной защиты, эвакуировано на пожарах 1957 человек. В 2021 году обследовано 8680 территорий жилых массивов, 882 садоводческих, огороднических товарищества, 40709 частных подворий, 2289 многоквартирных жилых домов. Выявлено 3454 нарушения требований пожарной безопасности. В ходе обследований составлено 3967 протоколов. Благодаря совместным усилиям сотрудников МЧС России и взаимодействующих ведомств удалось не допустить перехода огня от палов и природных пожаров на населённые пункты и избежать человеческих жертв в пожароопасный период. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах традиционно проводятся крупномасштабные межведомственные акции, которые ежегодно позволяют снижать гибель людей на водных объектах и повышают уровень культуры безопасности жизнедеятельности населения. Благодаря комплексу превентивных мероприятий количество погибших на воде снизилось на 9%. На водных объектах спасено 32 человека. В этом году сотрудниками ГИМС выявлено 720 административных правонарушений. Сотрудники МЧС России всегда готовы протянуть руку помощи тем, кому она необходима, вне зависимости от обстоятельств. Олег Завьялов, новости на 8. Дорогие наши ветераны и коллеги, сердечно поздравляю вас с Днём Спасателя Российской Федерации. Примите самые тёплые и искренние слова поздравления в наш общий праздник. Этот день отмечают представители одной из самых героических профессий. Пожарные спасатели готовы всегда протянуть руку помощи, кому она необходима, вне зависимости от обстоятельств. Спасение человеческой жизни и судеб – это призвание сильных, духом и отважных людей. Отмечая профессиональный праздник, мы вспоминаем о тех боевых товарищей, кто пожертвовал собственной жизнью ради спасения других людей. Вечная им память. Хочу выразить слова признательности нашим ветеранам. Несмотря на свой почтенный возраст, вы продолжаете чтить традиции службы, с честью и достоинством выполняя свою работу. Вы вырастили не одно поколение пожарных и спасателей, настоящих профессионалов своего дела. Благодарю всех вас за очень важную и ответственную работу. От всей души поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам и вашим семьям мира, крепкого здоровья, неиссякаевого оптимизма, благополучия и успехов.